Девушки отдыхают изучению Божьего Слова. Я сегодня буду учить из Псалма, на русском, это 88 Псалом, на Еврите 89. Я знаю, что не всегда очень легко люди принимают какое-то учение. На много лекции люди принимают провозглашение и какую-то ободряющую проповедь. Но я хочу сказать, что согласно Святым Писаниям, когда мы уделяем свое сердце для того, чтобы понять, что написано в Божьем Слове, это приводит нас к успеху и к победе в Мессии. Обычно какие-то провозглашения слишком долго в разуме не держатся. В Советский Союз был устроен на различных провозглашениях. Мы победим. И после 70 лет разрушился Советский Союз. Но написано, что как Моисей говорился Иисусом Навином, Он сказал, всегда изучай и углубляйся в изучение этого слова. И тогда ты будешь успевать во всяком деле во всякое время. Вы помните. Одно из наставлений для царей Израиля было, чтобы у каждого было это слово, из которого бы они учились каждый день. Потому что иногда маленькие вещи вдруг заходят в наше сердце и устрояют нашу веру. до того, что царь Давид возгласил и сказал, что твое слово светильник на Гемае. И он был очень успевающим царем. Поэтому я хочу всю нашу общину ободрить всех. Это хорошо, что у нас есть технологии и мы можем включить любую проповедь и послушать. но я хочу, чтобы вы вернулись к старому способу, открыли эту книгу, взяли ручку и изучали то, что написано здесь, потому что именно это устрояет нашу душу. Я хочу, чтобы вы открыли сейчас в еврейском и в англичском это 89. Псалом. И это учение Ефрама Израхита. Это учение и на иврите этого человека зовут Эйтан Израхи. Когда мы слышим имя Эйтан, и мы знаем, что значение этого слова это пылающий огонь. И кто знает значение слова Израхи? Гражданин. Помните Маяковского? Я гражданин и прочее, прочее. Вот гражданин первый был не Маяковский, а Итан. И очень интересно, что именно во время всей суматохи с выборами у меня попался этот Псалом. И нам нужно быть хорошими гражданами. вы знаете, иногда верующие говорят, я гражданин Небесного Царства. Когда мы будем на небесах, так мы будем гражданами Небесного Царства. Но наша цель это спустить небеса на землю и быть хорошими гражданами здесь, на этой земле. И согласно истории, Итан Израхи был в группе людей, которую выбрал Царь Давид для того, чтобы они прославляли Бога. Бога. И мне жалко, что наша группа когда они спели, закончили свое служение, они вышли из зала, возможно, пошли попить кофе, приведите их. Но я так сказал? Я сказал, как ты привел там лепо? Вау, это невероятно. Как в ура сказал? Так всех сюда. Не, не сказал так. сказал, может, они хотят вернуться и сесть с нами. я говорю здесь о прославлении. Вот я возвращаюсь к учению, который написал Итан Израхи. И этот мужчина был в группе людей, которую создал царь Давид. И эта группа была группа прославления и поклонения Богу. Послушайте, группа прославления, у меня нет никакого сомнения в том, что эти люди были настоящими профессионалами в музыке. они знали все, что сейчас преподают в академической консерватории в Тель-Авиве. Но кроме этого, и через одну минуту вы это увидите, эти люди были экспертами в понимании Бога. потому что очень хорошо, когда мы профессиональные музыканты. И хорошо, когда мы профессиональные но это очень важное призвание, чтобы мы таким образом в нашей жизни больше узнавали Бога. И тогда мы будем совершенными. Я хочу сказать в кавычках этот простой музыкант Итан Израхи, он говорит и пророчествует в нашу жизнь. И тогда мы выучим. Здесь есть очень много стихов. на русском языке в этом псалме 53 стиха мы сейчас пройдем первые 9. Я надеюсь, что мы что-то выучим. Мы начинаем от 88 два стиха первых 1 2 макшил лейтан ха израхи Здесь мы видим немного странные слова. Он говорит, в рот и рот возвещать буду петь. Он что, собирается жить вечно? Как написано, петь вечно, в рот и рот, как можно петь Господу во веки веков? Но так он говорит, что своими устами я буду петь вечно, в рот и рот. Может быть, он верит в переселение душ? И он верит, что после того, как он умрет, его душа переселится в другого человека? Возможно, это аллегорическое выражение. И он говорит, я просто напишу слова. И следующие поколения также будут читать их. Но в этом случае он пророчествует с уверенностью, что его слова зайдут в Святое Писание. Посмотрите, какая глубина внутри человека, когда он смеет говорить такие слова, что мои слова будут читать в последующей эпохе. Он не Моисей, он не Ишуа. Он не был провозглашен как пророк Исаия и Иеремия. Но он говорит, в роды и роды. Или он думает о чем-то другом. И я думаю, что то, что он имеет в виду, он имеет в виду слова царя Давида и потомства его. То, что он говорит здесь, что милостью твоей основана... Нет, дорога. Основана милость на небесах, ты утвердил истину твою. Нет? Окей, это нормально. Пошли, не забывай. Не забывай. Это не так. Он говорит, что Божья милость влияет на весь мир. И сейчас мы увидим, что раз за разом он говорит то же самое, что Божья милость что-то делает. Но он также говорит, что я признаю мою веру своими устами. Я провозглашу веру своими устами. Я провозглашу знание о тебе своими устами. Знание – это вера. Знание – это вера. Да, это вера. Это вера. Как мы верим? Мы верим, что когда он написал эти слова, в том окружении существовало много разных верований. И разные люди разными способами поклонялись идолам и различным глупостям. Но Итан выстраивает такой путь, чтобы мы, народ Израиля, чтобы у нас был путь веры. И эту веру мы хотим провозгласить по всему миру. И здесь говорится, «Провозглашу устами моими». Но на иврите и в понятии, когда в еврейском. Когда говорят про «Возглашу устами моими». Это не значит, что ты говоришь на телевидении или в микрофон. «Верьте в Бога, верьте в Бога, верьте в Бога». Потому что, когда на иврите говорят «Провозглашу свою веру», это значит, что ты живешь по своей вере. И если ты живешь в своей вере, и люди видят, как ты живешь, тогда у тебя появляется право и говорит о своей вере. И согласно Мидрашим, мы знаем, что такова была история нашего праотца Авраама. Авраам жил в своей общине, но он жил в соответствии стандартам Бога. И то, что он делал на постоянной основе, он принимал людей, гостей, которые проходили через его дом. И он оказывал им всякие почести как важным людям. И они видели, что этот человек отличался от других людей. И тогда они говорили ему, «Авраам, спасибо, что ты принял нас в свой шатер». Почему ты так поступил? Что с тобой? Кто помнит Авраама? Помните, что была история между Авраамом и Лотом. Лот подвинулся к Содому. А потом, через некоторое время, Господь захотел уничтожить Содом. И в христианском учении очень часто говорят, что Бог захотел уничтожить Содом и Гамору за сексуальные грехи. Но это не совсем так. Потому что сексуальные грехи всегда были в мире и, скорее всего, продолжатся до прихода Мессии. Проблема Содома и Гаморы была в том, что это было место очень преуспевающее. Но они жили в такой гордости, что не хотели принимать никаких других людей. Как швейцарцы. Невозможно принять швейцарское гражданство. Почему? Потому что мы живем так хорошо. Мы не хотим, чтобы какой-то чужак пришел и стал частью нас. Улай Михаил Ходорковский им мотаем миллион долларов. Возможно, только продадим Михаилу Ходорковскому гражданство за 200 миллионов долларов. Но простой человек не может зайти в эту страну. И согласно Мидрашам, это была проблема Содома и Гаморы. Потому что они думали, кто вы такие? Мы преуспевающие, мы не нуждаемся в чужаках. Поэтому Авраам сделал совершенно противоположное. Он был открыт к людям. И когда люди видели особенную жизнь Авраама, они спрашивали его, что с тобой? Почему ты не такой, как они? И тогда, как здесь написано, устами моими он провозглашал свою веру. И об этом пишет Итана Израхи. И я говорю эту проповедь перед праздником Труп. И цель и название этой проповеди это Божье величие. И если эти слова говорят к вам, и возможно вы чувствуете, что вы не совсем как они. то возможно нужно произвести в себе какие-то исправления. Третий стих. Ибо говорю на век основана милость на небесах утвердил ты истину твою. Написано на иврите, что небеса устроены милостью Божьей. И это связано с одним мидрашом и я хочу сказать его сейчас. И этот мидраш поддерживается священными писаниями, которые говорят, что Бог устроил этот мир и поставил милость и суд для того, чтобы управлять этим миром. но потом он посмотрел, что этот мир не может ходить в стандартах его праведности. И тогда он милость поставил превыше суда. и я не уверен, что Бог сначала попытался двумя попытками устроить этот мир. Но мы действительно видим очень часто во многих местах Писания, когда написано, что милость превозносится над судом. послушайте, милость превозносится над судом. И как Иешуа сказал в Матфея 5 главе, если ты идешь с кем-то на суд. И даже ты прав в том, что ты хочешь этого человека привезти на суд. Но ты никогда не знаешь, на чьей стороне будет судья. Я один раз поехал вместе с Лианой в банк нашей общины. И я задним ходом развернулся. И как я разворачивался и женщина задним ходом в мою машину стукнулась. И я и Лиана мы прекрасно увидели, что она была виновата в этом случае. И этот случай привел нас в суд. И каким-то образом судья сказала, она сказала, я не уверена в этой ситуации, поэтому ты оплатишь половину ее расходов. Я на сто процентов был уверен, что правда была на моей стороне. Я позвонила адвокату, он сказал, не вмешивай, не раздувай этот скандал, заплати, что тебе говорят, половину, тебе будет дешевле так. Почему? Потому что написано в Матфея 5 главе, до того, как ты идешь на суд, попытайся все разрешить мирным путем, потому что на суде ты никогда не уверен, что будет. Это такой закон. И это так работает в мире. Я хочу сказать всем вам, если у тебя ссора с кем-то или непонимание, возможно, он думает, что ты прав, а он думает, что ты ему соврал. до того, как пойти на суд, намного лучше сесть и попытаться все разрешить. Итан из Рахи провозглашает, что милостью устроится мир. Поэтому, если ты хочешь быть партнером Богу, чтобы именно в твоих делах прежде всего действовала благодать, я хочу сказать, что такова жизнь, и с этим не нужно играться. И именно таким образом вы также провозгласите свою веру. Потому что иногда верующие толкуют, что если кто-то дал тебе пощечину, подставить другую щепку. И иногда толкуют это только прямым путем, то есть если речь идет про драку. Но иногда не говорится про физические ссоры. возможно это говорится про наши отношения с людьми. Даже если вы в чем-то проиграете и где-то проиграете в деньгах, лучше поставьте прежде всего милость, как это делает Бог, и приобретите мир. Я хочу прочитать 4-5 стихи. когда мы читаем этот стих если мы помним первый стих, когда Этана Израхи говорит «В рот и рот буду возвещать истину твою», тут здесь мы видим большое пророчество пророчества о Давиде и больше про семя Давида. Я вам хочу что-то рассказать. Возможно, не все знают это, но если вы будете разговаривать с археологами, но если может быть вы не знаете, но есть очень мало того, что осталось археологических объектов, которые указывают на то, что было царство Давида и Соломона. И мы так много текста читаем об этом в священных писаниях, но современная наука говорит, что согласно тому, что мы находим в земле, практически нет никаких доказательств царствования Давида и Соломона. И это известная очень вещь. А как мы можем совместить эти две вещи? Возможно, нам нужно подвергнуть эти вещи сомнению, как это учит современная наука и стать атеистами. Но здесь в этом стихе очень ясно написано, что ту силу, которую Бог дал семени Давиду, будет изменять людей с поколения в поколение. если мы знакомы с Новым Заветом, там семья Давида что знаменует? вы помните, что Рав Шауль нам объяснил, что семья Давида это Ишуа. И с поколением в поколение Давид также не может говорить, потому что он умер и его могила находится здесь. Но Петр во времена апостолов он сказал, как клялся Бог Давиду, то он говорил, клялся не самому Давиду, а его семени. И он сказал, вот Ишуа, это семя Давида. И во имя Ишуа мы исцелили этого болящего. И я хочу спросить вас, изменяет ли имя Ишуа вашу жизнь из поколения в поколение? Богдан живет в 21 веке, 2000 лет, с тех пор, как Ишуа умер и воскрес из мертвых. И изменяет ли имя его жизнь? Он сказал каждый день. Я помню, как этот парень видел перед собой бесов. Но Ишуа из поколения в поколение остающийся тем же изменил его жизнь. Я уверен, что здесь есть многие люди. Возможно, они настолько драматичным образом, но Ишуа прикоснулся к ним. И как это произошло? Так кому нам верить археологии? Вы знаете, что на протяжении тысячи лет не находили признаков существования Вавилона? и развилась наука, которая сказала, что все эти вещи это ерунда. И вдруг нашли и Вавилон, и Ниневию, и все остальные города. И в один день я знаю, что найдут и останки, не останки, а знаки Давида и Соломона. Так нам нужно верить чему-то временному или обетованиям и словам Священных Писаний. Здесь написано, что из рода в род. Семя Давида будет менять нас. И мы в этом месте скажем Аллилуйя Аминь. Потому что семья Давида, которого мы не видели, но услышали это имя Иешуа, и оно работает внутри нас. Как я не знаю. Нам нужно опасаться. Особенно мы мамы и папы детей. Наши дети идут в университеты и современная наука даже в Израиле. Пытаются промыть их мозги и наполнить их атеизмом и рационализмом. Есть люди, которые из-за этого оставляют веру. поэтому говорите своими детьми прямо сейчас. Это то, что написано в молитве «Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог един есть». И написано, что «Говори сыну твоему и сыну сына твоего». Используйте эти вещи. Это пророческая вещь для нас. Я бы еще хочу продолжить говорить. В шестом стихе «И небеса прославят чудные дела твоей, Господи, истину твою в собрании святых». Опять я хочу поговорить про науку. Многие из нас учили в школе астрономии. и слышали, что эта планета крутится так, это по-другому. Я не хочу сейчас ободрять всех, чтобы вы сделали исследование. но некоторые не просто должны верить тому, что их учили, а сесть и посмотреть и поверить тому, что видят ваши глаза. Этим летом у меня и моей жены была возможность несколько вечеров провести именно ночью на пляже в Кенерет и Мертвого моря. И мы смотрели на луну. И моя жена сказала, ты влюбился в луну. я влюбился, потому что увидел некоторые вещи, которые отличались от того, что я знал. Как я видел, что луна более большая внизу и поменьше вверху. Вчера Лена это видела. Я хочу сказать, что я смотрю на небеса. Я вижу Божью руку позади всего этого. Мы привыкли смотреть в Facebook. Facebook или в Однокласснике. И в этом нет ничего страшного. Но написано посмотри на все, что происходит вокруг. есть мидраж нашего братца Авраама. Он родился в доме торговца идолами. Фара его отец делал идолов. И потом продавал их и так зарабатывал. И все верили в это. Но в один день это был процесс, когда Авраам посмотрел на небеса и землю. Он просто посмотрел. Он не поверил в науку того времени. Что этот идол ответственен за луну, а этот за солнце. Но он просто посмотрел и вера зародилась его сердце. Мы сегодня несколько раз провозгласили обнови наши дни, как прежде. Обнови наши дни, как прежде. Авраам был полон веры. Я желаю вам этой веры Авраама. И я продолжаю. в седьмом стихе написано кеми б шехек и арох ле адонай и даме ле адонай б б б лим. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? В русском между сынами Божьими, но в еврей б лим. Тут написано на русском между сынами Божьими, а на еврей написано между сынами идолов. Между сынами идолов. Это выражение началось в бытие шестой главе. Помните как написано в бытие о том, что сошли сыны Божьи и стали входить к дочерям человеческим и из них произошли нефалимы. нефалим. Нефалим есть шимот ахерим. И есть другие названия и в Танахе также есть рифаимы или гиганты. Разные названия есть этим существам. И в это время во время Этана Израхита и разные народы над ними стояли вот эти сыны идолов и они им поклонялись. Это были странные существа. Но Этана Израхи говорит он говорит я пойду с старым Давидом. Я буду с ним ходить. Я схожу с ним. Я вижу этого низкого человека рыжего. Что даже его братья пренебрегли им. Его отец говорил про него что он незаконорожденный. и люди не были уверены кто этот царь Давид. Но он сказал я хожу с ним и я вижу как Господь благословляет этого человека. И что величие Божье превыше сынов идолов. это то что увидели 12 саглядат их. Вы помните что они говорят мы зашли в Хана и они сказали что мы почувствовали себя как муравьи по сравнению с этими великанами. И также они на нас посмотрели как на муравьев. Но Иушуа и Халев сказали какое нам дело до этих идольских. Сам Бог сказал нам идите и завоюйте эту землю. Мир изменился. Больше мы не встречаем идольских сынов. Есть очень разные консервативные и приятные пути их объяснить. Возможно это не сыновья идольские какие-то другие. Но концепт здесь другой. Он говорит если ты приближаешься к Богу. если ты увидишь Божью руку которая сегодня действует в этой природе и ты наполнишься страхом Божьим тогда ты победишь всех гигантов которые ты можешь встретить. и моя молитва чтобы мы наполнились страхом Божьим написано что начало мудрости страх Господень. Если у нас есть страх Господень если мы чувствуем его величие то у нас есть правильный путь и у нас есть продвижение Итана Израхи продолжает и говорит так в девятом стихе написано Господи Божий сил кто силен как ты Господи истина твоя крест тебя я хочу завершить этими словами кто как наш Бог кто как творец неба и земли мы читаем про пришествие Мессии 2000 лет тому назад в пустыне иудейской в какой-то дыре возле Иерихона где-то 50 человек может быть были там и тогда Иоанн Креститель погрузил его в воду и сказал это Сын Божий и все на него посмотрели сомнения может быть пару человек сказали мы пойдем проверим где он живет и после 2000 летнего периода имя Ишуа изменяет людей из поколения в поколение Бог дал нам это это в нашей руке это в нашей руке пусть Бог даст нам милость для того чтобы нашу веру мы передавали вперед следую поколение чтобы мы были свидетелями для всего народа Израиля давайте давайте мы встанем помолимся отец отец наш господь бог благодарю тебя за твое слово я молюсь чтобы дух святой действовал внутри нас помоги нам быть милостями помоги нам прощать даже тогда когда нам трудно прощать и помоги нам продвигаться вперед и помоги нам смотреть на этот мир глазами Итана Израхи и увидеть твою руку в каждом месте и дай нам милость передать твою веру нашим детям не только детям но и их детям я молюсь за чудо за чудо во имя Ишуа Мессии Амин И пока вы стоите я хочу благословить вас благословением священника сегодня уже два раза это дело для молодой пары для детей и сейчас для всех нас Господь приготовь наши сердца перед праздником труп очисти нас особенно в день искупления и дай нам большую радость я молюсь за каждого из нас за исцеление и ободрение силу и здоровье и дай нам почувствовать твою руку изучайте святые писания шаббат шалом